Привет-привет, с вами Movavi Vlog, канал о том, как делать классные видосы. Сегодня расскажу о том, что такое Jump Cut, как он связан с монтажом и как мы сделали вот это видео. Старая киношная школа говорит нам о том, что зрителю нужно дать время, чтобы он насладился кадром, уловил суть. Соседствующие друг с другом кадры должны быть одинаковыми по направлению движения, разными по крупности и тому подобное. Но Кулешов сформулировал эти правила уже почти 80 лет назад. Если не знаете, о ком речь, ткните вот здесь в подсказку. Все меняется. Я вот уже выросла на другой манере подачи информации. Клиповости, бодрые нарезки. В профессиональных кругах такая манера монтажа называется Jump Cut – скачущая нарезка. Как в этой рекламе, например. Здесь авторы умудрились рассказать целую историю длиною в день всего за 53 секунды. Но, конечно, дело не только в Jump Cut, но и в самой истории, задумке и мастерстве авторов. Такой вид монтажной склейки ломает ощущение линейности времени, прерывистый, перескакивающий с одного действия или объекта на другой, совершающий прыжок во времени. Этот тип монтажа максимально противоречит классическому невидимому монтажу, благодаря которому мы смотрим большинство фильмов как непрерывную историю в одном времени и пространстве. Монтаж вроде есть, но его вроде нет. Вот это или это? Тоже Jump Cut. Мы так часто делаем. Наверняка вы хоть раз дозамечали. Этим приемом постоянно пользуются для записи интервью и влогов. Или можно ускорить... Как его? Время. Или вот фокусы показывать. Мне очень нравятся тревел-влоги, и в них тоже можно очень часто встретить такую манеру монтажа. Вот, например, у Кейси Нейстета несколько лет назад была вот такая реклама Nike. Ну как же круто! Мы решили повторить момент, где Кейси бежит будто через весь мир за пару секунд. Определяемся с локациями, крупностью и выезжаем на съемки. Снимать стоит в каждой локации одно и то же. Например, Рома, как и Кейси, будет бежать. И на каждом месте съемки ему нужно будет пробежать из левого угла кадра в правый. Материал есть. Переходим к монтажу. В пятнадцатой версии видеоредактора Movavi можно двигать клипы на таймлайне так, чтобы они не тянули за собой все остальные видео. Для нашей цели это очень удобно. Итак, закидываем клипы на монтажный стол. Обрезаем начало, где Рома за кадром, и конец, где он уже покинул кадр. Теперь расставляем все лучшие дубли из разных локаций друг над другом. Мы расставили так, чтобы контраст между местами, которые являются фоном, был как можно очевиднее. А теперь стараемся попадать каждым следующим кадром в фазу движения, как на предыдущем кадре, чтобы Рома пробегал через все локации без задержек и отрывистых движений. Если вы посмотрите видео Кейси на Истата целиком, то увидите, что он выбрал обалденный и при этом очень простой способ рассказать свою историю. Просто снимал в каждом новом городе одно и то же. Самолетную еду, свои пробежки, себя на фоне достопримечательностей. И когда смотришь на то, что получилось, охватывает такой восторг от того, какой мир разный и при этом такой одинаковый. А если тревел-влогеру удалось вас так зацепить, ну неужели он не молодец? Надеюсь, и у нас получилось вас зацепить. И вы обязательно попробуйте джамп-каты в своих видео и поделитесь с нами в комментариях. Кстати, вот сейчас тоже был джамп-кат, заметили? В любом случае подписывайтесь на наш канал, звоните в колокол и хорошенько отлайкайте этот выпуск. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok